на канал из агет поступил такой вопрос правильно ли публично награждать щедрых жертвователей на храм но первых начнем с того что в церкви всегда было так принято церковь так делала это правильно с точки зрения мотивации потому что вообще не так много людей щедро жертвует на храм делают это из соображение покаяния люди чувствуют себя должниками перед богом они не знают как можно богу послужить они имеют возможность материально помочь они помогают может какие-то церковные традиции мы еще не доступны но им доступно доброе желание пожертвовать доброе желание помочь доброе желание как-то послужить как они могут своим имением поэтому когда мы их награждаем безусловно мы их радуем и люди понимают что церковь благодарна им постепенно начинает себя чувствовать тоже полноценными членами церкви это мотивирует других жертвователей и всегда было так всегда церкви строились на деньги людей которые могли церковь построить могли помогать содержать господь дает каждому человеку свои дары помните мы с вами читали евангелие как трудно богатого эти царство небесное или господь уточняет потом как трудно надеющимися на свои богатство войти царство небесное дело в том если человек богат то он особенно ответственный перед богом перед людьми ведь это богатство тоже покущение божие он как бы представник при этом имении который он которым он обладает поэтому господь спрашивать него зачастую строго как он распоряжается тем что имеет человек имеет совесть ко всему прочему и человек имеет душу тонкую то он поступает по совести он начинает правильно распоряжаться своим имением он посильно жертвует на храм и конечно это достойно благодарения и достойно награды церковной но что касается нас то надо всегда еще помнить что наша награда должна быть на небесах и этой награды нужно искать собственно говоря если мы ска если мы слишком привязаны к земному ищем земного то земное с нами останется если мы будем искать небесного то все трудности земные мы легко преодолеем если мы будем сказать небесного небесных наград то земные скорби болезни покажутся для нас не такими тяжелыми и у нас не будет ропота если будем искать царство небесного прежде всего тогда все остальное приложится потому что господь помогает всегда тем кто старается делать ради христа ради бога а кто делать ради людей только кто делает по человеческие ради славы человеческой то остается на уровне человеческом и господь как бы стоит в стороне и таким людям не помогает предоставляет человеку делать то что он сам захочет сделать и обычно ничего хорошего не получается но все же возвращаясь нашему вопросу скажем что жертвами на храм надо быть благодарными и те награды которые они получают пусть напоминают им о наградах которые бывают на небесах внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а ну где вот и Продолжение следует...